Привет, привет, дорогие друзья. Начну этот видеоролик со слов «Уберите детей от экрана». Давайте посмотрим. Они забрали моего тата. Они поганые. Забрали селомец, хотя он не хотел идти. Хоть это правильно? Мультфильм, который наделал шума, то есть ребенок спрашивает у каких-то волшебных существ, как я понимаю. Ведь неправильно даже ребенок понимать, что когда похищают человека и заставляют его идти на войну, это нарушение всех законов, которые у нас существуют, и это в мире неправильно, похищение человека, поддерживание, пытки, все это. Ну, я думаю, все понимают, что это неправильно. Это понимают даже дети. Я здесь намекаю на то, что у нас происходит в стране. Нет, парни, они непоганые. Они выполнили свой обязатель. Неправильным было то, что он не хотел идти. Что? Про что ты говоришь? Это мой татар. Он хотел остаться со мной и мамой. Хаба это зрада? Так что это получается, что все у нас то носят форму, вот эти полицейские, ТЦК, СБУ. Они что все предатели? Что это такое они рассказывают? Ти, кто не идут боротися, кидают своих близких и страну на волю ворогов. И таких зрадников много. Кожен мае бути готовым боротися з окупантами. Якщо він не пішов сам, то правильно зробили, что его забрали. Борг не обирають. Або ти его виконуєш. Або ти боягус и зрадник. Теперь я все зрозумев. Люди, которые забрали моего отца, непоганые. Они боронят нашу страну. Дякую, друзья. Как хорошо, что ребенку все объяснили. Тут, друзья, я могу сказать одну вещь. Я никогда это, честно сказать, не говорю. Я надеюсь, что кто-то выступит из наших официальных, полуофициальных представителей и скажет, что все-таки этот видеоролик записали где-то там у русских. На Мосфильме, как они любят говорить. Не то, что это плоды чего-то больной, чьей-то фантазии, чего-то там больного воображения из наших, не дай бог, людей, кто у нас в Украине живет, кто вот такое вот придумывает зомбирование детей с детства. Так, действительно, на данный момент кількість добровольцев, яких мают желание вступить в ЛАВ Збройных сил Украины, а Сил обороны Украины, зменшилась примерно с 22-23-м роком. Да не может быть такое. Я не верю, не верю. Большинство черг, которые находятся в Украине, которые находятся в районных территориях комплектирования, это люди, которые хотят получать або выстрочку, або имеют бронювание, и для этого совершают оформление необходимых документов. Ну, что делать? Придется, наверное, таких, как этот пареньок мобилизовать, я думаю. Ну, надо же как-то страну защищать. Ну, ну, уже пора эти резервы этот брать и отправлять его на фронт. Сто тысяч человек там томиться в этих ТЦК непонятно зачем. Ну, если они не могут организовать работу, не могут никого призвать, не могут мотивировать, нахрен они нужны. Ну, честно, вот так вот. Просто даже по логике. Что-нибудь там сидят, что-нибудь там высиживают. Пусть идут на фронт, ну, пора уже. А что ж тут делать? Ну, ведь ситуация-то не шуточная. Зеленский это постоянно говорит, все эти спикеры от власти, что вот-вот там на Украину, это не дай бог, если не пойдем. Ну, так если с людьми не получается, надо брать вот таких вот, как этот. Понятно, что в законе написано, что у них всех, поскольку они служащие вооруженных сил Украины, есть отсрочка от мобилизации. Надо менять этот закон, надо принимать какой-то новый закон, носить изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, забрать, наконец-то, эту отсрочку у сотрудников ТЦК от мобилизации. Пусть идут воюют, ну, а что делать? Непростые времена, непростые решения надо принимать. Подивиться на бои у нас по всему фронту. Это, фактично, всюди на тих дилянках, где ворог наступает, это режим зустричного боя. Без опоры на подготовленную рубежью обороны. Ну, это просто шокует. Когда військам постоянно, вместо того, чтобы их развернуть, закрепить на выгодных рубежах и уничтожить врага, они заинтересованы, кидаются сначала в атаку, на позиции, которые им на карте говорят, там наши позиции, зайдите туда, там уже давно враг. Идет зустричный бой, розмин людьми, закрепиться неможливо, пехота быстро заканчивается, потом они говорят, стояйте в оборону, заривайтесь, а зариваться уже нема кому. И батальон один меняет на інший. Ну, как так можно воювати? Это биг по граблях, безперервный. Вот это да. Оказывается, видите, этот Бутусов, по-моему, фамилия, знает, как надо воевать. Конечно, хорошо знать, когда надо, как воевать лучше. Если у тебя броня, если у тебя трое детей, ты. Вот так вот получилось. У нас от Советского Союза все берут. Все оттуда выгребают сражки из этого Советского Союза. Все оттуда забирают полностью. И вот все, что есть плохое, все они оттуда тянут. Что это такое? Что если, получается, вот у Бутусова трое детей, то почему-то его детям отец нужен. А у кого двое детей или один, им отец не нужен. Классная логика. У нас в Конституции не зря написано, что мы все равные. Ну, вот именно надо здесь похлопать нашим депутатам. Почему меня раздражает этот вот Бутусов, я вам объясню. Он не говорит о проблеме. Он говорит о том, что неправильно воюют, оказывается. Вот не умеют военные командиры или военные у нас воевать. Кто там это все организовывает. Так иди и покажи, как надо. Не надо прятаться за своими тремя детьми. Ты можешь взять ручку в руку, бумажку и написать, что я хочу пойти. А не вот это вот рассказывать то, что ты рассказываешь. Почему меня это так раздражает, объясняю вам. Он не говорит о проблеме. Он не говорит о том, что надо войну заканчивать. Что надо уже искать какие-то способы. Он говорит, а я вот, если б я, то мы бы воевали лучше. Я знаю, как лучше надо воевать. Да, конечно, ты знаешь. Все вы знаете, как лучше надо воевать. Надо войну заканчивать. А не вот это рассказывать всякий бред. Полицейский не может воевать, бо не навчан. И министр МВС Клименко. Хочу напомнить, это тот самый министр, который получает, ну, понятно, заслуженную пенсию. Ну, все же все понимают, как у нас работает. И, кстати, заметьте, почему-то его не увольняют. Я, кстати, по поводу вот этих всех прокуроров с этими их пенсиями, по инвалидностям, по заслугам и еще каким-то непонятным пенсиям в огромных субботах. Тут надо чистить эти органы, разгонять их всех оттуда. Если они такие больные, кривые. Всех на переобследование, включая вот этого министра. Ну, давайте вот так, как говорится, он сказал, и что там происходит. Волинская область женщины высказывают свои претензии сотрудникам ТЦК и как раз вот одному из таких полицейских, которые, ну, не навчены, не научены. Ну, вот такие вот они, видите, румяные, красивые. Ну, вот, ну, куда ему воевать? Ну, мамкина радость, пирожок. Ну, куда? Не дай бог что-то там с ним случится. Пусть лучше в Волинской области. Там безопасно, там ничего с ним не произойдет. Пусть он будет там, этот мамкин пирожок. Ну, куда? Ну, посмотрите. Тут даже вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, Маколу села тракториста можно поймать и отправить. А этого не, не. Ну, такой упитанный, красивый, я бы даже больше сказал. Мужчина, куда ему идти? Ну, не надо. Не наученный он еще. И я, кстати, хочу заметить. Ну, даже если он туда пойдет, видите, женщин боится. Женщины на него ругаются. Он обижает меня там русские. Они же стрелять будут. Нет, нельзя. Пусть лучше будет в тепле, в безопасности, в уюте, где-то там в Волинской области. Занимается своим делом охотой на уклонистов. Прожитковый минимум залишается на 2900 гривен. Тобто, пенсия минимальна залишается 2300. Это ганьба для всех, что в Украине есть такая пенсия. Потому что это не прожитие пенсионеров. Это даже не выживание. Через это мы сейчас боремся. И говорим с Кабмином, что хотя бы подвыщить до 5000. И называем джерела. То есть депутаты поняли, что оказывается на 2300 украинских гривен, ну, примерно это 50 долларов чуть, я так понимаю, больше. Хотя что-то в таких пределах прожить нельзя. Ну, как же. И они предлагают повысить пенсию до где-то 110-120 долларов. Так сказать, потужное такое подвыщение заработки. Ну, как вообще люди выживают в нашей стране с этими пенсиями? Это потому, что говорят, вы платите налоги, ну, и там вот что-то получите на старое. А вы получили уже по 2300. Взагаля, я считаю, что это, по-перше, не свой час. Это, по-перше, все. Ну, не можно после такого прокурорского скандала, который у нас был на сегодняшний день, который фактически призвел до звольнения, начальника с всей структуры, начать говорить про сближение заработных плат на 37%. Конечно, это неправильно. Надо хотя бы 370. Ну, им же тяжело жить. Ну, как это? Давайте будем щиро сказать, у прокуроров не меньше зарплата в Украине. По памяти, в минулому році средняя зарплата прокурорского склада была 68 гривен. 68 тысяч гривен. Это, так сказать, на контрасте про пенсии и про зарплаты прокурора в среднем, в среднем, что это 68 тысяч гривен. Ну, почему им надо поднимать? Ну, на них же все держится. Власть держится, режим. Кто-то же должен людей сажать непонятно за что в тюрьму. Ну, вот, конечно, им надо какую-то кость бросить. Ну, как же обязательно? Надо поднять им зарплату. Вчитывали, что сегодня народные убранцы не проголосовали за подвищение заработной платы прокурорам. А что так случилось? Что не подняли? Ну, я думаю, пересмотрят сейчас как-то там маркировочку, документы подготовят и все-таки 37, 370 процентов. Ну, кто же будет еще вот эти все беревские, ежовские вот эти мансы реализовывать в Украине в 2024-м, переходя в 2025-й год? Кто будет за лайки сажать людей? Кто будет это все подписывать? Ну, надо сейчас не такое простое время. Надо зарплату им побольше платить. И премии еще, и какие-то там позанормовые. И пенсия. Пусть он работает, пошел, и сразу ему пенсию пусть дают. Хотя бы 1800-900 где-то. И там, ну, что там еще? Инвалидность пусть дают. Потому что он мог из страны кататься и какую-то там еще копейчину тоже получать. Ну, чтобы было не стыдно. Ну, чтобы стыдно не было прокурору. А, что до рахунковой палаты, я не застряла. Ну, потому что закон ухвалили. в законе ця правка была то есть заодно они их знищили как важель парламенту за контролем бюджетных коштев и за то, что они не будут працювать в этом плане, им подвищили в 2 раза гроши, заработную плату слава Украине можно сказать только в этом случае, только наоборот что это такое депутат говорит за возгласы такие у него слава Украине, я так понимаю, это он с иронией что ли говорит или с чем-то а что СБУ не смотрит телемарафон, что они себя думают, а что они не смотрят хотя бы уже мой канал, не, ну тут надо что-то с ним делать, разобраться если это депутат и он поплюжит святые такие лозунги, не знаю СБУ, полиция, прокурор им не повысили зарплату неинтересно им это, ну давайте дальше тем, кто это рубил это я цинично сказал, что вот те люди, которые этот закон протягивали писали его а кто этот закон протягивал? ну есть лобби в парламенте есть люди я не помню, кто там про рахунковую палату вы не помните, Михайлович? ну депутаты группы депутатов Олова Фролова, по-моему а да, 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 и Пидласа и он еще вышел что раз стояли тут ваши коллеги також и когда в них запитываешь кто протягивает цей законопроект они кажут мы не помним не, 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 действительно да депутаты они вообще там не меняемые, по-моему ну большинство из них там что-то они что-то ходят нажимают потому что таблетки какие-то принимают, я не знаю ну суть здесь не в этом суть в том, что члены вот этой рахунковой палаты у них было 200 тысяч зарплата стала 500 тысяч прокуроры не дотягивают опять же мне жалко то есть смотрите вот идет явная боясти без заронии без каких-то сарказмов потому что я уже честно по-другому не могу это все обсуждать идет явное просто разделение вот есть чернь вот это быдло извините я здесь о себе не о вас о простых людях я здесь людей моих зрителей с собой полностью сравниваю я в таком же положении поверьте как и вы то есть мы вот все с вами должны работать там их обеспечивать платить налоги а какой-то негодяй будет получать 500 тысяч гривен в месяц и ничего не делать судя по тому что эти депутаты они там не вмешивают плата за молчание или за невмешательство что это такое вообще то есть полностью уже разделяют общество на панов каких-то господ и так далее ну ладно бы они там это воровали все это все крали я здесь не хочу чернить прямо там говорить что сейчас воруют а до этого вот там вот до Зеленского все были хорошие ну понятно ворье жулье то же самое было что сейчас суть здесь не в этом суть в том что ну тогда же не было войны и не было вот этой ужасной ситуации то есть как-то люди могли на это закрыть глаза решать какие-то свои маленькие вопросики и как говорится от этого всего ну отстраниться ну как бы свое там что-то интересное они там воровали всегда это было но когда уже такое происходит в стране когда там людей там вот это все обижают ну вы же понимаете о чем я говорю и в тот же момент вот это вот плюнуть смачно харкнуть плюнуть в лицо вот всем нам этим прокурорам там зарплаты какие-то там членам рахунковой палаты а пенсионер умереть за 2-300 пусть попробуют пожить на 2-300 в месяц интереснейший видеоролик друзья в чем его интерес вот это вот транспортное средство которое проезжает у него там ну я не военный человек не особо в этом понимаю там есть определенное оборудование на нем очень интересное установлено Дніпро передав до ЗСУ партию пикапов та вантаживок что это за модели как поведомляет мэр Дніпра на Авдіївский напряг для 110-й бригады была передана великая партия техники за крыма майже півтори десятка пикапов та вантаживок ризного типу и ось бачите цей пикап на нем вот така как банка установлена это рэп радиоэлектронная бородьба она глушить всю технику то есть в чем суть друзья получается берут ЦЦКшники там дальше это на видео происходит если ты просто не вставлял ловят человека затягивают транспортное средство и чтобы он не мог позвонить об этом кстати кто-то из депутатов насколько я помню Верховный Рад рассказывал что он не мог позвонить как-то там с кем-то связаться на помощь блокируются все эти телефоны они не работают радиоэлектронная борьба и все бах и ты не можешь никому позвонить чтобы довести свое вот это дело до конца человек чтобы не мог сообщить о том что его насильственно похитили сотрудники центра комплектования то есть вот это для этого делается и соответствующие пикапы судя по информации которые в телеграм-каналах были переданы не в какую-то там бригаду а в центры комплектования ну понятно что там военные лучше наверное знают куда отправить эти пикапы и где они нужнее в данный конкретный момент как мотивировать хлопцев что для вас справедливая мобилизация справедливая мобилизация вы сами скажете когда все встают на защиту страны все не зависит на ранги на связки на кишеню на присутствие каких-то денег этот лысый мужчина если кто-то не знает мэр Одессы Геннадий Труханов он рассказывает о том что независимость от остатки от денег все должны идти воевать ну все понятно это естественно кроме него потому что он хочу заметить особо подчеркнуть для всех кто меня с Одессы смотрит за все время не сказал ни слова ни полслова о том что у нас происходит в нашем городе по поводу этой мобилизации в каком виде она происходит и что она нарушает все на свете заткнулся сидит и вообще то есть если после этого у людей у кого-то хватит ума еще за него проголосовать ну просто я тогда уже не знаю честно сказать что сказать просто берет в наглую издевается с нас всех я имею ввиду гену и вот люди там все должны питать так ты иди ты же там какой-то бывший военный призывного возраста кстати я вот кстати если кто-то не помню я прекрасно помню как он наряжался в наряды вот эти какие-то такие дешевых вот тех каких-то там годов непонятных то ли военных то ли послевоенных после второй мировой войны и там ходил что-то кривлялся то есть видите друзья вот такой вот гена ничего не замечает не знает за одесситов слово хорошего никогда не скажет зато говорит что надо всем идти воевать но только не ему кстати этот видеоролик я специально сейчас его вставлю в конце видео посмотрите пожалуйста его внимательно и если кто-то понял вообще о чем он говорит может у него тоже от страха какое-то помешательство не дай бог конечно никому ничего не желаю началось от вот этого какого-то такого боязни за себя не дай бог что что-то с ним произойдет началось потому что то что он говорит я это не понял если кто-то понял напишите пожалуйста об этом в комментариях к этому видео у нас забронированы працивники наших коммунальных предприемств вы разумеете если сейчас не будет потому что скандал под суммой подставлены все и сегодня я понимаю наше решение что нужно остановить выдачу всех бронюваний а кто будет працювать как мы в зиму приедемо кто будет працювать на наших котельных кто будет везти наших людей на работу это водители трамваев троллейбус и другие но они сделали прецедент они сделали что сегодня есть недовера до всех бронюваний я это понимаю с одного но с другого боку мы маем быстро это обработать быстро проверять потому что сейчас мы можем выйти и не увидеть ни одного троллейбуса не появилось ваше мнение вот как аналитик когда знаете мы календарь мая и нет мы не будем спички консервы давай лама свет не будет фотонный фонарь включил кто никого и когда ты сидишь и кто алло ничего страшно но каждый человек прежде всего 28 год когда мы не будем запускать а потом опресса и что никому никогда ничего не было нужно камаз да до